Всем привет. Павел сегодня меня очень просил рассказать о том, что же такое так называемые fit-for-focus организации. И как бы вот специально слово не переведено, потому что мы этим словом очень часто швыряемся. Значит, что оно означает? Вот давайте разберемся. Значит, у меня на это есть примерно час, и у вас тоже. Давайте вместе постараемся это сделать. Значит, сначала я немножко допредставлю себя. Значит, Павлу спасибо за представление, конечно, уже. Так, естественно, миру требует разрешения по ссылке. Да, я скопировал доску, поэтому, значит, оно вот так. Сейчас мы это тоже сделаем. Значит, тут есть функция, которая позволяет это делать. Так, значит, давайте мы вообще всем по ссылке поставим просто можно модифицировать доску, потому что там во время упражнения это понадобится. Так, я поставил, значит, разрешение. О, начали люди появляться. Все отлично. Значит, возвращаемся к напечатанному. Значит, немножко обо мне. Значит, у меня история такая, что я, значит, занимался программным обеспечением, как хобби, потом профессионально, потом в какой-то момент меня стали интересовать задачи не, скажем так, технической сложности, а скорее организационной сложности. И как мы работаем с разными людьми, командами, отделами, потому что это необходимо для того, чтобы из нашего технологического продукта получился какой-то успешный бизнес. Так, народ, давайте будем стараться не двигать. Значит, я знаю, в миру есть функция запереть все, но, значит, или дать доступ readonly всем, но это будет нам потом мешать делать упражнения. Так, сейчас придется остановиться на минуту. Так. Так. Продолжение следует... 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 что fit for properties – организация, я буду сразу это как-то переводить, постоянно удовлетворяет, слово удовлетворяет подчеркнуто, и это авторский знак, своих покупателей, я слово customer немножко здесь поясню также словами заказчик или клиент, продуктами или услугами, опять же, Дэвид это дело подчеркивает, и при этом организация способна неопределенно долго поддерживать свой способ дизайна, реализации и доставки этих продуктов или услуг. И опять же, слова дизайна, реализация и доставка Дэвидом здесь подчеркнуто. Значит, теперь важно, чтобы мы эти все слова как-то поняли, что они значат, прочувствовали и не просто так ими кидались, и тогда как бы F for P, то есть буква F, цифра 4 и снова буква P, это популярная теперь аббревиатура, она для нас приобретет какой-то смысл, а потом мы посмотрим, а что нам надо, собственно, в организациях для этого иметь. Вот, поэтому давайте немножко расшифруем. Значит, слово F, значит, пригодный, подходящий или соответствующий для purpose, то есть цели или какому-то предназначению. И вот здесь важный очень момент, который важно не недопонять. Чей этот purpose, то есть предназначение? Речь не идет о предназначении нашей компании, и речь не идет о предназначении нашего продукта. Речь идет о цели или предназначении вот этого покупателя. Вот, цель нашей компании, она, в общем-то, понятная, всегда одна, и, в общем-то, одна у всех. Выживать. Насколько долго, насколько можно. Для того, чтобы это делать, нужно находить где-то кастомеров и продавать им какие-то продукты и услуги. Кастомеры за это дают какие-то деньги, но дело в том, что они их дают не просто так, потому что, значит, наш продукт или услуга каким-то образом соответствуют цели, ради которой, собственно, вот покупатели этот продукт покупают. Поэтому, когда мы говорим о предназначении, предназначением владельцем этого предназначения является покупатель. И вот теперь я хочу, собственно, раскрыть МИРО на вот этом экране. Так, сейчас я это сделаю. Значит, ссылка по-прежнему есть. И вот теперь я хочу позвать несколько человек на несколько минут сделать короткое упражнение. Назовите просто какой-нибудь пример продукта, который вы считаете удовлетворительным или сервиса. Вот. И просто обозначьте, кто его покупает и зачем его покупают. И каким именно образом он соответствует. Давайте подождем кого-нибудь, кто быстренько возьмет и напишет какой-то пример. Доставка еды. Очень хорошо. Зум-видеоконференции кто-то написал. Так, человек, который хочет кушать. Кредит. Кредит в банке. Очень хорошо. 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 Так, вот сейчас мы доберемся до какого-то разумного объяснения, с какой целью куплен какой-то продукт и чем этот продукт или услуга удовлетворительны, и картина более-менее сложится. Хорошо. Спасибо. 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 В отдельно простом примере, скажем, вот этой пиццы у нас может быть дизайн, что вот эта пицца по такому-то рецепту, может быть, он такой-то аутентичный весь из себя итальянский. Значит, реализация – это кто это будет пиццу печь, какое у нас будет оборудование, откуда возьмутся ингредиенты, с какой фермы их завезут. Вот эта вся логистика, вот эти все детали, гайки, винтики, кухня, которую покупатели не видят. А потом происходит некое взаимодействие. К нам приезжает кто-то вот такой и приносит пиццу. И эта пицца будет горячей, а может быть, уже остывшей, а может быть, в ней какие-то ингредиенты перепутаны, а может быть, и нет, а может быть, она прибыла вовремя, а может быть, не вовремя. Вот. И из цели покупателя следуют какие-то ожидания. Разные цели, разные наборы ожиданий. И покупатель оценивает соответствие того, что получилось этим ожиданием. Иногда соответствует, иногда нет. Так. Вот. И теперь следующее маленькое упражнение. Я бы хотел, чтобы выбрали какой-нибудь продукт или услугу и попытались нащупать в этом продукте или услуге вот эти три компоненты. Вот. А пока вы будете это делать, я немножко поболтаю про какие-то продукты, про которые вы, может быть, не совсем думаете прямо сейчас, которые у вас, может быть, не на уме. Например, у нас продуктом, может быть, не пицца, а, скажем, какая-нибудь сложная IT-система, там, скажем, для финансового сектора, чтобы можно было чем-то торговать в реальном времени и все такое. Значит, тут есть какой-то дизайн. Значит, для этого нужна какая-то архитектура с высокой пропускной способностью, низкой латентностью. Для этого нам нужен персонал, кстати, который умеет такие системы строить и поддерживать, знает нужные алгоритмы, языки программирования, фреймворки и так далее. Вот. И, возможно, не везде таких людей можно найти. И вот как их находить, где и удерживать на работе, чтобы они делали эту систему. Это часть реализации тоже. Ну, а, скажем, доставка или опыт потребления этой системы, он может быть такой, что, например, какой-то брокер на бирже говорит нам, что вот я бы хотел в алгоритме то-то и то-то подкрутить, потому что вот у меня есть такая идея, вот на этом можно было бы сделать столько-то денег. Вот. И такие брокеры не любят ждать очень долго. Если они ждут долго, то прибыли уходят в какую-то другую брокерскую контору. Вот. Поэтому от нас требуется не только соблюдать какое-то качество в обращении с кодом и не ломать существующий функционал, но еще и доставлять эти алгоритмические изменения за какое-то предсказуемое время с тем, чтобы, значит, брокеры могли планировать тоже свой бизнес. Вот. И связать вот эти вот вещи воедино оказывается не такая простая задача для менеджера, значит, в данном случае технологической организации, которая такой финансовый продукт обеспечивает. Но некоторым людям удалось эту сложную задачу решить, очевидно. Так. Ну, пока я об этом разглагольствовал, какие-то компоненты других продуктов и услуг возникают на экране. Так. Сразу замечание насчет реализации. Как? Имеется в виду не быстро, а имеется в виду, какая сеть поставок, где вся та самая кухня, реализация. Откуда берется электричество? Кто это все построил? Кто, собственно, эксплуатирует все это сложное оборудование? Кто? Кто? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И с точки зрения владельца бизнеса нам бы пригодилась какая-то система для понимания, как, собственно, клиенты эти продукты или услуги выбирают. И такая система нам нужна в числе наших ключевых стратегических инструментов. И, собственно, вот FRP Framework пытается такой системой быть. Быть в помощь владельцам бизнеса, чтобы у них такое понимание могло возникать. И вот теперь я бы хотел попросить вас переключиться на еще одно упражнение. Это, наверное, будет последнее сегодня. Выберите какой-то продукт или услугу, может быть, из числа тех, о которых вы уже, по сути дела, вели речь в предыдущих упражнениях и карточках. И попытайтесь определить... Да, да, выберите удовлетворительный продукт. И попытайтесь определить какие-то критерии, которые повлияли на выбор. Что вот покупатель выбрал этот продукт по нескольким критериям, их будет немного. По каждому из этих критериев у покупателя было какое-то ожидание, и это ожидание оказалось выполненным. Например, вы делали денежный перевод, у вас могло быть ожидание, что пришло ровно столько денег, сколько посылали. А не минус, скажем, 2 рубля 99 копеек, которые были вычтены непонятно за что. Или же вы посылали этот перевод сегодня, и он пришел завтра, а не через неделю. Возможно, у вас был критерий, вы имеете право на такую иррациональность, как покупатель. Когда вы делали этот перевод, скажем, находясь в помещении банка, вас обслуживал или обслуживал сотрудник банка, одетый в профессиональный деловой костюм, а не черт знает во что. Это, конечно, очень странный критерий, но некоторые люди выбирают банк именно таким образом. Спасибо. А у кого-то есть критерии, например, что это вообще можно сделать с мобильного приложения, в банк не ходить, потому что сейчас вирус в городе, и лишний раз ходить в помещение, где можно этот вирус приобрести, наверное, не стоит. И это важный критерий. Если ваш банк такую возможность не предоставляет, вы, может быть, захотите переключиться на другой банк. По высокой скорости выполнения перевода сейчас, наверное, появится какое-то от единиц до десятков минут. Ну, прекрасно. Так, значит, критерии у нас какие-то сложились, примеры критериев. Теперь я… Спасибо за упражнение, прекрасно сделали. Вот теперь я хочу немножко, значит, в лекционном режиме, значит, какие-то вещи подытожить и обобщить. Значит, очень коротко, частые критерии F4P, которые встречаются очень часто в разных продуктах. Общая такая классификация. Первое – это функциональное качество, что какие-то фичи есть в продукте, какие-то функции в него встроены, и что-то вот можно нажать кнопку, и оно делается. Несколько другого вида качества, нефункциональное. Дело не в том, чтобы нажать какую-то кнопку, вызвать какую-то функцию и так далее, а дело в том, что, например, у нас, может быть, миллион человек пришло на веб-сайт одновременно, а веб-сайт все еще работает. И выполняет вот эти все транзакции и обеспечивает сервис, который там надо было обеспечивать. То есть есть какое-то качество, которое выражается не как бы вот есть фича или нет, а то, насколько круто, насколько это масштабируемо и так далее и тому подобное. Добиться этого обычно довольно сложно. Бывают какие-то критерии насчет соблюдения безопасности, регуляции, конфигурации и так далее. Очень часто вылезает время как критерий, особенно если мы это меряем от какого-то момента обещания до «вот оно готово». И время мы можем рассматривать как в плане его продолжительности или предсказуемости или своевременности. Например, у нас может быть, давайте немножко, значит, о качестве. Значит, по качеству мы можем задаться каким-то минимальным набором функционала, каким-то максимальным. Мы можем даже выше максимального делать какие-то фичи, которые будут, такое словечко есть, over-serving. То есть, например, я буду пользоваться зумом вне зависимости от того, может он мне прорисовать усы или нет. Но если зум начнет регулярно делать мне 20-минутные тайм-ауты, то мне придется искать новый продукт. И это как бы вот где эти фичи находятся в рамках, значит, вот этих вот стандартов. Значит, со временем у нас иногда бывает просто условие предсказуемости, что подавляющее большинство запросов должно быть выполнено за какой-то срок. Иногда нас больше интересуют средние или типичные случаи. Это чаще встречается в проектной работе. Так, народ, 30 секунд пауза на МИРО. Нужно в интерфейсе нажать три кнопки, и это делается медленно. Да, значит, и, наконец, своевременность. Это там, где мы можем делать быстро, можем делать медленно, предсказуемо или непредсказуемо. А потребители это никак не интересуют, их интересует, мы попали в дедлайн или нет. И попасть можно ранним стартом, можно попасть с поздним стартом, это им не важно. Вот, но так или иначе, цели клиентов почти всегда привязаны ко всей времени, и им надо не просто вот получить от нас что-то, а это надо получить в какой-то временной промежуток, когда у них есть вот эта цель или предназначение. А просто так бесконечно или в какой-то вот неопределенный момент времени это не совсем годится. И поэтому в любом практически бизнесе нам надо уметь доставлять что-то за какое-то понятное, предсказуемое время. И вот теперь небольшое отступление, касающееся времени. Значит, есть такая формула, закон Литтла, она касается вообще, в принципе, системы обслуживания. Значит, тут вот какая сложность в интерпретации. Дело в том, что профессор Литтл свою формулу сделал в виде теоремы. Да, и он, кстати, написал это все на английском языке, потому что это его родной язык. Вот, и тут вот дело какое, что чтобы нам интерпретировать эту формулу, нам не надо ее переводить с гиковского английского языка на гиковский русский. Надо ее переводить с негиковского на гиковский. Вот в этом была сложность. Вот, и поэтому применительно к каким-то деловым приложениям, а не просто к каким-то вот процессам с очередями. Здесь все, на самом деле, гораздо проще. Значит, вот это вот переменное в знаменателе, это то самое время от обещали да вот оно. Это тот самый критерий фитнеса, который вылезает почти во всех сервисах и продуктах. А вот величина, которая в числителе справа, это как бы работа в процессе. Да нет, в общем-то это не работа, а применительно к бизнес-процессам. Это просто то, что уже обещано, но еще не доставлено. А как работу мы, кстати, его можем не воспринимать, потому что мы его держим в каком-нибудь бэклоге, в каком-то очереди или на каком-то парковочной площадке, куда помещаются всякие зависимости от внешних вендоров, которыми не хочется заниматься. Вот это все, это как бы наше количество обещанного и недоставленного. И вот здесь, что интересно еще, что на самом деле все эти три величины, это не числа, это несколько случайные величины. Формула связывает их средние значения в предположении, что они вообще существуют и имеют смысл. Вот, а на самом деле эти величины, случайные величины, могут вокруг этих средних значений варьироваться очень сильно. И вот здесь есть плохая новость. Больше всех варьируется вот эта вот зараза, которая в знаменателе. Время. Оно безумно непредсказуемо, и его неимоверно трудно контролировать, особенно в творческой, умственной работе, которой мы хотим все заниматься, чтобы что-то производить и доставлять потом нашим кастомерам. И это практически универсальный критерий FFP, то есть вот такая вот трудность. Значит, хорошая новость состоит в том, что вот это количество обещанного, но еще не доставленного, это один из главных рычагов контроля. Это более контролируемая величина, и она как раз является одним из рычагов. Это как бы такая гуманитарная интерпретация закона Литла, то есть вот здесь у нас очень важный критерий, и его очень трудно контролировать, и он самый непредсказуемый. Но вот здесь у нас есть главный рычаг контроля. А это дает нам какое-то понимание, какие-то ключи к тому, какие вещи мы должны уметь делать в наших организациях, чтобы наши организации производили те самые FFP продукты и услуги. И давайте посмотрим приблизительно, что у нас получается. Значит, что у нас абсолютно необходимо должно присутствовать в нашей организации. Я попытался частично нарисовать эту картину, и картина, конечно, неполная, но, понимаете, у меня только один час на доклад. Нам надо контролировать вот это обещанное, но еще не доставленное. Это значит, что по факту у нас есть комбан-система, где слева от коммитмент-пойнта есть реальные опционы, где есть какой-то митинг по пополнению. Нам надо управлять временем. Иногда это оперативное вмешательство через какой-то ежедневный митинг. Иногда это обратные связи с использованием таких каденций, как SDR или OpsReview. Нам надо понимать источники вариативности и задержек. Ну, тут есть кластеринг блокеров, управление зависимостями. А, нам надо еще это делать для разных сегментов рынка. Ну, тут возникают разные виды рабочих элементов. Классы обслуживания, значит, размещение мощностей и так далее. А кто это все будет делать? А тут есть еще, значит, Service Delivery Manager. Такой термин появился. СДМ. И картинку эту можно продолжать и так далее и тому подобное. И распаковывать, и расшифровывать каждое из этих понятий, значит, по нескольким уровням. На это у нас может легко уйти несколько дней или даже недель. И, наверное, некоторые из вас даже какой-то такой профессиональный тренинг проходили. Или же имеете опыт, собственно, построения каких-то таких систем в процессах своей компании. И это, собственно, нас приводит вот к чему, что модель зрелости комбана, картинка специально сделана нечетко, чтобы вы не пытались вчитываться в детали. Цветные полосы, все, что тут надо видеть. Значит, ее суть в том, что мы не просто хотим применить какую-то методологию, в общем-то мы ее даже не хотим применять. Потому что, во-первых, совершенно неинтересно убеждать кого-то в том, что надо применять какую-то методологию. Я вам говорю, как человек, который занимался этой методологией 10 лет. Мы, на самом деле, хотим решить какую-то проблему в бизнесе. Мы хотим организацию, которая умеет вот это, это, это делать так, так и так. И тут мы поняли, что какие-то вещи нам необходимы. И оказывается, что вот эта модель, она нам показывает какие-то переходы с одного уровня зрелости на следующий, где мы вот те самые проблемы умеем решать не очень хорошо, а потом лучше, а потом еще лучше. И вот в этой модели при всем обилии уровней ключевых на самом деле два. Ключевых три, между ними два трудных перехода. Переход от индивидуалистического уровня 0 в командно-ориентированный уровень 1, он обычно, он не так, чтобы простой, но его можно делать очень большим количеством грубых инструментов. Например, Scale.djl Framework. А вот переходы из 1 в 2, из 2 в 3, здесь как раз вот точка приложения, это точки приложения комбан-метода, где достаточно, где как бы этот метод оказывается весьма эффективным. Я бы обозначил сейчас просто как оглавление, какие основные проблемы возникают на каждом из этих переходов, потому что когда вы попытаетесь сделать какой-то план действий, как перейти из одного в другой и потом в третий, то вот на эти барьеры вы наткнетесь. Найти менеджеров, берущих ответственность за сервисы, потому что проблема, как перейти с уровня в 1 в уровень 2, это принципиально не командная проблема, это над командами, между командами и, строго говоря, даже между командами команд, между организационными структурами. Поэтому об этих структурах надо меньше беспокоиться, больше беспокоиться о том, как определить процессы в терминах, понятных клиентам, чтобы не было такого, что каждые 2-3 недели команды отчитываются о том, как они все сделали, команды, команд, команд отчитываются каждые 3 месяца, как они сделали какой-то инкремент. А, значит, если спросить клиентов, то они говорят обещанного 3 года же. Значит, неравенство Жеглова, так называемое, n больше или равно 2, значит, интерпретируется так. Значит, если нормировать уровень организации, где как бы уровень моря 0, это уровень индивидуального сотрудника, уровень 1, это некий командный лидер или скрам-мастер, или командный менеджер, то уровень 2, это начальник того начальника или общий начальник нескольких команд. Вот на этом уровне и выше надо искать тех самых людей, которые вам жизненно необходимы будут для этого перехода. Ну и, наконец, будет инерция, созданная инструментами на уровне ML1, потому что они, по сути дела, кодифицируют работу по определенному уровню зрелости, а вам-то как раз с этого уровня зрелости надо уйти. Вот, а переход с уровня 2, то есть сервисно или клиента ориентированного на, собственно, уровень 3, который так и называется fit for purpose, здесь два типа барьеров возникают. Это решения взаимодействия вокруг, собственно, точки принятия обязательств, и здесь зачастую возникает конкуренция между разными стейкхолдерами, которую надо превратить каким-то образом в кооперацию. А вот после того, как вы уже какое-то обязательство приняли, и у вас какая-то работа находили, какой-то заказ находится в потоке, то вот управление потоками и рисками, которые там возникают, и вероятностный подход, к которым нужно проникнуться, это как бы вот следующий уровень сложности, который вы преодолеваете, и вот тогда у вас получается ML3 или fit for purpose. И вот теперь, возвращаясь к напечатанному, мы за последние, сколько у нас прошло, примерно 40 минут, спасибо всем еще раз за упражнение, мы сумели как-то расшифровать ключевые слова в этом предложении, удовлетворение покупателей, заказчиков, клиентов, продуктами, услугами по этим трем компонентам, и вроде бы как осталась вот такая еще часть, а вот это все, как это делать не только сейчас, а еще и в следующем году, и потом, и бесконечно, с тем, чтобы обеспечить, собственно, неопределенно долгое выживание и процветание нашей организации, что, собственно, и является ее целью. Вот, с этим-то что делать? Значит, короткий ответ на это. Этот вопрос рассматривается на переходе с уровня ML3 в ML4. И, собственно, вот эти уровни, они являются, собственно, ядром модели зрелости и основной, как бы, точкой приложения Combo-метода, который вот отвечает на данный запрос. Если вы добрались до уровня ML3, то вы в этом, скорее всего, разберетесь. То есть я пропорционально этому уровню отвожу очень мало времени по сравнению со всем остальным, со всеми остальными понятиями. Скажу очень коротко, что здесь нужно будет выстроить какую-то организационную обратную связь, связывающую стратегические цели и операционные показатели. И назад к стратегическим целям. Это короткий ответ, а в частностях можно уже разобраться потом, когда у вас уже есть ML3, то есть fit-for-purpose. Вот, и на этом, пожалуй, все. Я оставил немножко времени на переключение контекста на, возможно, следующий доклад и, возможно, какое-то количество ответов в вопрос. Будет ли доступна презентация мира на чтение, спросили. Да, сейчас сделаем ее доступной еще раз. Пока я это делаю, можно задавать следующий вопрос. А можно это потом в PDF-ку какую-нибудь? Да, мы потом ее перекодируем. Просто когда очень много народу сразу имеет доступ, так получается, что просто все начинает ездить. Возможно, с этим можно было что-то сделать, например, заперев разные элементы, но, значит, так уж получилось. Значит, сейчас можно прочитать. Да. Так, ну хорошо. Раз у нас это завершающая презентация, значит, сейчас у нас немножко больше времени для того, чтобы ответить на какие-то вопросы, чем, может быть, было у других докладчиков. Вот, однако в какой-то момент мне надо будет идти на воркшоп, мне, а также нескольким телезрителям, я даже их могу видеть в зуме. Да, здесь вопрос. Как нам, собственно, точно определять такие пункты, как дизайн и доставку, особенно про удовлетворенность? Так, Павел, можно еще раз, значит, как нам... А как нам, собственно, точно определять такие пункты, как дизайн и доставку, особенно удовлетворенности? Артем, если есть возможность, все контекста немножко задать, попробуй голосом. Мне не совсем понятно. Допустим, мы реализуем какой-то продукт. Как нам точно узнать, что для пользователя доставка, что для него дизайн? Скажем так, это разбиение на три элемента, оно скорее важно нам, потому что пользователь видит конечный результат и какую-то комбинацию. Здесь скорее вот какая бывает заковыка, что естественным образом, что происходит в компаниях. Компании переоценивают важность дизайна. То есть туда идет очень много усилий, очень много креатива. Там люди что-то изобретают, там возникают идеи, значит, там создаются репутации инноваторов и изобретателей. На чем обычно... Где обычно происходит упущение? Они происходят где-то на кухне в каких-то деталях реализации, или же они происходят в том, что мы, собственно, не поняли, а что и как хочет получить заказчик, и поэтому мы из нашего очень крутого дизайна реализовали что-то, и оно получилось не так. То есть не сошлось по критериям. Например, в книге Fit for Purpose там одна из ранних глав называется «Джастин Бибер против Сторм Кинг». Там, в частности, есть ссылка на такую историю, что Джастин Бибер, который, кстати, пять лет назад записал альбом под названием Purpose, он отправился в мировое турне с концертами песен из этого альбома. И турне тоже называется Purpose. Значит, он приехал в Индию и оказался не Fit for Purpose. Значит, здесь что интересно, что Джастина Бибера можно любить или не любить, второй относится к моим детям, мне его на дух не переносит. Но, значит, так или иначе, у него 100 миллионов фолловеров в Твиттере, это настоящая звезда, то есть количество поклонников у него большое. Есть люди, которые его очень любят, есть люди, которые его очень любят. Значит, и любая реализация, то есть любое музыкальное оборудование для концертов, оно ему доступно. Его можно купить, поставить, деньги на это есть. Теперь вот какая интересная вещь. Прежде чем приехать в Индию, значит, у Джастина предыдущий концерт был в Южной Африке, а до этого в Дубае. То есть подряд в несколько дней три концерта и между ними 12-часовые перелеты. Какой-то менеджер в его труппе устроил такое расписание. Джастин прилетел в Мумбай абсолютно не какущий и был освистом. Вышел на сцену в шортах и в майке, и, короче говоря, ну это не пошло ну совсем никак. Это при том, что в Индии у него достаточно много, там живут, очевидно, миллионы из тех 100 миллионов поклонников. И то есть вот как бы подвох здесь такой, что как бы его дизайн, как суперзвезды, суперзвезды, с этим нет никаких проблем. И реализацию можно, в принципе, реализовать, ну почти любую. Тут нету больших ограничений. Но понять, что нужно в каком, в каком сегменте рынка, в какой стране, и как это надо доставить, ну и, соответственно, где надо подкрутить эту реализацию. Такие детали, как там, скажем, заказ билетов на самолет, перетаскивание оборудования из страны к страну и так далее, и так далее. Конкретное расписание концертов с точностью там до часов. Кто-то этим может принимать. Это вопрос, пожалуйста, получается в ожиданиях. Тут, ну, по сути, мы исследуем ожидания, должны исследовать ожидания, что от нас ожидают, и попробовать понять, можем ли мы обеспечить эти ожидания в принципе. Но тут еще такой есть вопрос. Как объяснить менеджеру, зачем Fit for Purpose? Есть же там всякие НПСы, но, то есть, у людей есть какой-то фрейм мышления в рамках инструментов, в которых они размышляют, они умеют ими пользоваться. И здесь вопрос. Окей, ну, вот вы пришли, yet another instrument. Зачем? Как вот понять, почему Fit for Purpose лучше, чем там? Да, отличный вопрос. Значит, не надо пользоваться, внедрять никакие инструменты. То есть, здесь дело такое, что если людям чего-то не надо, то их нельзя заставить этим пользоваться. То есть, здесь такое дело, что если вы за что-то отвечаете, вы пользуетесь каким-то инструментом, и у вас все работает, продолжайте делать то, что вы делаете. Не надо городить огород, не надо внедрять какие-то методы ради метода. Значит, теперь, если у вас что-то не работает, если у вас что-то не получается, если вы хотите делать что-то лучше, если вам это нужно, если от этого зависит ваша карьера, ваш успех, и вот то, что вы делаете сейчас, оно не работает, вам нужно что-то другое. И вот, то есть, в какой-то момент вы преодолеваете когнитивный диссонанс и начинаете проявлять какие-то лидерские качества. И тогда вам на помощь приходит или то, или это. То есть, на самом деле, FFP возник как? В какой-то момент CIO некоторого банка заявил мне и Дэвиду Андерсону, что НПС нас не устраивает. Да, мы научились его считать, и мы за ним следим регулярно, и мы, значит, вот религиозно следуем этому ритуалу. Вот, мы уже привыкли видеть вот эти все цифры плюс 0,4, плюс 0,5, плюс 0,6, которые ходят вверх-вниз. Теперь мы хотим двигаться дальше, мы хотим предпринимать какие-то конкретные действия. Эта цифра нам ни о чем не говорит. Кроме того, что вот мы, нас покупатели любят чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. И вот такая вот религиозная. Получается, мы идем как по минному полю, то есть туда шагнули, проверили, насколько или нет, а здесь мы пытаемся по этой... То есть мы можем чисто случайно что-то попробовать, и вот у нас получится какое-то число, оно чуть больше, чуть меньше, и как бы, а вообще эти вещи как-то связаны вообще между собой? Или это число вообще просто само по себе случайно двигается? Ну, опять же, опять же, если мы вернемся к фитфопе, у Apple Store это совершенно непростой инструмент, и он требует гораздо больше усилий на реализацию, чем NPS, и во множестве ситуаций просто невозможно его использовать, а NPS возможно. Ну, то есть тут же тоже от ситуации, получается, зависит. Ну, тут скажем так, что здесь да, за час мы, безусловно, не вникаем там во все детали FFP, что там включено, то есть я даже не стал показывать эту инфографику и расшифровывать каждый ее сектор, потому что на это, в принципе, тоже можно было бы потратить час, даже если это делать достаточно кратко. но, да, здесь в том, что, значит, здесь начинается с того, что так или иначе человек, который отвечает за какой-то продукт или сервис, значит, если они хотят его делать лучше, то, или если им это необходимо, если они хотят как-то расширить свой бизнес, если, или же сохранить его от какой-то опасности, да, например, конкурентов, то, ну, и они видят, что какие-то методы, которыми они сейчас пользуются, значит, они оставляют какие-то вопросы открытыми, то можно искать ответы на вопросы и вот тогда прийти. Хорошо, если я задам контекст немножко, вот, допустим, мы стартуем первый раз какой-то, испытываем какой-то продукт, первый раз, в принципе, да, то есть мы даже не понимаем, как вот у Миши Визанкина в предыдущем докладе, когда они только начали, они даже не понимают, кто является целевым, то есть целью, вот мы вот какую-то обширную часть взяли, мы даже не знаем, получается, кого спрашивать, о чем спрашивать, и вот здесь получается то, что Fit for Purpose не применим, то есть пока у нас нет какого-то уже количества клиентов. Павел, это аргумент такой, что ничто не применимо нигде, то есть нету методов, которые создают абсолютно из ничего, значит, успешный бизнес, значит, обеспечивающий вам хороший доход, значит, продуктами, которые, значит, вот просто из ничего нажали кнопку, и он возник, да, то есть если бы он возник, то, ну, понимаете, эта кнопка была бы у 7 миллиардов людей, и у нас было бы 7 миллиардов миллиардеров на планете Земля, и чашечка кофе в Старбаксе стоила бы триллион. Ну, как бы инфляция, да, то есть, значит, ну, какие-то идеи у вас есть, если вы решили заняться каким-то предпринимательством, каким-то дизайном продуктов, если вы решили, значит, как-то проявить свою творческую мысль или еще что-то, какая-то идея у вас есть, вот, то есть вы пытаетесь что-то сделать для кого-то, и это уже начало разговора. Это означает, что вы где-то столкнулись лицом к лицу с кем-то. У вас произошел какой-то обмен, может быть, в виде разговора, может быть, в виде сообщений через мессенджер, может быть, в виде, скажем, видеоконференции в Зуме, но у вас состоялся разговор по какому-то предмету, и в этом разговоре вы как просто люди друг друга немножко поняли, немножко не поняли, разговаривая вот о какой-то идее продукта. Тут выяснилось, что какая-то ваша идея, которая вас осенила, это не нулевая идея, которая у вас была, у вас, предпринимателя, она натолкнулась на какую-то реакцию кастомеров, а кастомеры говорят, ну вот, это вроде как нам нравится, а вот это нам не нравится, и кастомер как-то себя повел в ответ, то есть вы уловили какое-то, значит, какие-то слова, какие-то интонации, какие-то эмоции, какой-то, то есть вот какой-то сигнал вам пришел, вы дальше этот сигнал как-то интерпретируете, пытаетесь понять историю, собственно, что тут происходит, вот, и у вас есть какие-то, вот, одна история за другой, возникает какое-то понимание рынка, понимание кастомеров, то есть вы не начинаете какие-то вещи просто на нуле. Ну, у меня есть гипотеза, у меня есть предположение, что вот эта вот часть, это то, куда и кому я хочу что-то продать, я хочу, получай, понять, пойдет или нет то, что я им даю, даю им, собственно, попробую делать опрос, соответственно, получаю какие-то ответы, делаю анализ, предполагаю, вообще попал или нет, то есть это все равно, это тоже будет итеративный способ опроса каждый раз, но получается, что тем самым я могу удешевить реализацию за счет того, что я иду через заранее опросы и пытаюсь найти, что зайдет до момента реализации, так? Или, ну, вот, насколько я помню, например, на Канбан Евразия у нас FIFA Попел с карты давали уже постфактум, вот, и мне казалось, что в этот момент они вполне себе релевантно находятся, я могу описать, я могу понять, зачем я пришел, получили я удовлетворение или нет, вот, а как этот посыл сформировать и получить опрос до того момента, когда человек попробовал продукт, он его осознал и понял на пальцах, мне нужно его как-то рассказать, мне нужно его снова продать, это то, что вам нужно, но опять же, это же... То, что было на конференции, значит, это опять же неспроста, значит, в определенной конференции может идти 10 лет подряд, ну, в принципе, ну, наверное, в 2021 году ее придется отменить, потому что, наверное, еще вакцины не будет к марту месяцу, ну, по крайней мере, не в широком распространении, но, в принципе, конференция может идти 10 лет, собственно, мы провели ее один год, мы можем оценить, значит, ее текущее состояние, и мы можем так делать раз за разом, правильно, то есть, каким-то образом наш будущий дизайн этой конференции может опираться на результаты, которые мы получили в результате опроса, тут такое дело, что так или иначе, вам надо сделать какой-то продукт, который надо как-то поместить перед глазами, перед покупателем, это всегда нужно это сделать в какой-то момент, вопрос, насколько экономически целесообразно сделать какой-нибудь колоссальный продукт во всех деталях, а потом его поместить, и можно ли уловить какие-то сигналы до этого. Вот, и то есть, в принципе, вот в фреймворк F4P встроены два основных как бы способа, один, который базируется на каких-то опросах и данных, то есть там, где мы можем реально кого-то спросить, попросить что-то оценить, потом собрать какие-то данные, потом их как-то классифицировать, посчитать какие-то расклады или средние цифры. Но есть также, кстати, значит, просто вот сбор нарративов о том, что люди делают, чем пользуются, какие у них есть нужды, потребности. Из вот этих неформальных рассказов можно уловить слабый сигнал, который нам говорит о том, что вот здесь-то у нас зреет новый сегмент рынка, у которого есть такие-то и такие-то потребности, которые не реализовывают, которые на данный момент не удовлетворены, а вот мы бы могли бы удовлетворить их своим продуктам. А, у нас, кстати, есть какие-то определенные навыки, профессиональный опыт, чтобы продукты такого типа создавать. Ну, давайте возьмемся за работу и что-то сделаем. Вот. И дальше, значит, уже применительно к бизнесу, в котором мы находимся, то есть это какая-то индустрия, да, ну, а что является там уже оптимальным, там, скажем, инкрементом этого продукта, то есть мы можем сделать очень маленький инкремент, можем потратить несколько часов, делая его, и потом поставив его перед покупателем, можем потратить несколько месяцев, это уже зависит от того, сколько у нас есть времени, сколько у нас есть капитала, в каком масштабе времени работает тот или иной бизнес, это уже специально будет. Ну, тут еще много нюансов, в том числе, может быть, даже выбранный масштаб не соответствует возможности проверки гипотезы, мы опять же можем не угадать с выбором масштаба, на котором имеет смысл и релевантно проверить свою гипотезу, чтобы получить действительно достоверные данные в итоге-то. Вот. Ну, я смотрю, вопросы у нас закончились, так что дальше у нас завтра будет воркшоп по Fit for Purpose, кто успел зарегистрироваться. И, по-моему, там есть ребята, которые зарегистрировались и потом решили освободить место, потому что они пошли на сегодняшний воркшоп, то есть они выбрали сразу два. Вот. И есть возможность еще попробовать через бот зарегистрироваться. Если кто хочет попасть, попробуйте зайти в Telegram и зарегистрироваться на этот воркшоп. Спасибо, Алексей. Можно, кстати, даже похлопать посредством опять же функционала Zoom. Спасибо за это погружение. Честно сказать, я бы хотел все-таки разбор этой картинки с Fit for Purpose. Я очень ждал. Это мой этот посыл. фреймворк, немножко другой. Я много делал презентаций про фреймворк, но сегодня другой угол. Сегодня скорее об организациях и что в них должно быть. И основной вывод такой, что Kanban от вас не отстанет. Потому что если вы хотите иметь Fit for Purpose продукты, вам нужно уметь кому-то, а не просто кому угодно, что-то, не абы что, как-то и не абы как, за какое-то предсказуемое время доставлять, а предсказуемое время, та самая дьявольски неконтролируемая величина, на которую есть определенные рычаги воздействия, а и вот вам надо научиться ими пользоваться. Хотите называть это японскими словами или нет, оно у вас будет или у вас Fit for Purpose не будет. Да. И с этими мыслями сейчас пойдем переварить все новое в течение суток. Но надо отметить, что многие вещи, которые я слышал от Алексея, я переварю даже некоторые вещи и не один месяц. бывает и так. Ну, хорошо. Если это так, то тогда я буду доволен, что этот час прошел успешно. Значит, какой-то сигнал удалось донести, невзирая на проблемы с зумом. Спасибо большое. Спасибо.